Вот такие неприемные сюрпризы поднесло аграриям на дворье. Поли открытого акционерного товариства «Агросатрасвет» потерпели немоцно. В горших умовах опунулись господарки Драгичинского, Каменецкого, Ивацевицкого и Кобринского районов. Але, як заповнюваются у комитета посельской господарцы и харшаванни, зараз работы вертаются до заданных темпов. Ведется на сегодняшний день инвентаризация посевов. В ближайшие дни мы конкретно будем видеть цифры, какие площади у нас повреждены, которые необходимо будет пересеять. Корректирована, конечно же, структура посевных площадей под сложившиеся погодные условия. Ставка будет делаться на культуры, которые сегодня еще в оптимальные сроки не ушли, которые возможно восстановить то, что потеряно в связи с погодными условиями. А зимовая культура на сегодняшний день относительно хорошие состояния. Дельные площадья, конечно же, были потоплены, но это несущественно, скажем, больших каких-то изменений или большой гибели оно не предвидится. Пересеиваться и пополнять необходную площу плануется с допомогой страховых фондов. Упор на кукурузу и одногодовые травы. Огольная посевная площадь яровых культур в области – 430 тысяч гектаров. 80% на сегодняшний день засеяна. Структура посевных площадей в целом по области уже оптимальна и отработана на протяжении нескольких лет. В основном она сосредоточена на создании кормовой базы для общественного животноводства. Поэтому все сделано, чтобы обеспечить общественное животноводство требуемыми объемами травяных кормов. Не бажись перед посылок для смены структуры посевных площадь и в ученые. Говорить об глобальных изменах у климате пока рано. Растения, особенно долгоживущие, растения, которые живут в нашей климатической зоне, они имеют свой своеобразный такой ресурс, диапазон, по которому они могут всегда приспособиться и всегда выжить. И мы твердо убеждены, что надо ставку делать не на какие-то новые лесные породы, сельскохозяйственные породы, а как можно больше и серьезнее работать с тем, что нам дала зональная природа. Это с нашими классическими лесообразующими породами. Это дуб, сосна, это ольха. Если сельхоз культуры, то это ячмень, это рож, это картофель. Температура по ветру гэтой весной вагается як арели. На 5-6 градусов вышла за норму у саковику, потом резка вниз. У первой декаде мая слупок термометра рухался от минус 5 в ночи до плюс 23 в день. Колькость опадков перевысила норму у полтора-два разы. И усе шагульная статистика по раннейшим на корысть потеплення, констатують метеорологи. Начиная с 1989 года у нас и весны, и каждый из месяцев весны он теплее обычного. На одну, на 1-3 градуса. Климат чувствуется, что меняется, потому что и воздушные массы поступают у нас как-то все более с юга, юго-запада. Каким будет лето, метеорологи по коль сказать не берутся. А вось на ближайший тыдень прогнозуют малооблашное сухое надворье. У выходных слупки термометров подрастут до по-соправдному летних температур.